Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Несчастный случай в полиции Абакана. Из окна туалета, расположенного на четвертом этаже здания, выпрыгнул 38-летний мужчина. Он был подозреваемым в изнасиловании. Рецидент произошел сегодня ночью. Сотрудники внутренних дел не смогли предотвратить происшествие. Это уже второй случай в Абакане, когда задержанные выпрыгивают с верхних этажей зданий на глазах полиции. Так, два года назад в управлении госнаркоконтроля молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа, попал в реанимацию, но выжил. Сегодняшнее происшествие закончилось более трагично. Мужчина скончался на месте падения. Ранее судимого 38-летнего жителя Абакана доставили в отделение городской полиции вечером 15 апреля для доследственной проверки. Он подозревался в изнасиловании своей пачерицы. К этому времени сотрудники полиции уже осмотрели место происшествия, взяли показания у пострадавшей девушки, провели судебно-медицинское исследование. Допросить задержанного не успели. Перед тем, как пойти к следователю, мужчина попросил отвезти его в туалет. После посещения туалета мужчина резко оттолкнул от себя у первополномоченного дверкой от кабинки и, разбив стекло, выпрыгнул из окна бытового помещения с четвертого этажа. От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Что послужило причиной самоубийства и как задержанный провел последние часы перед смертью? По данному факту, следственным комитетом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И только потом будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. Если вина сотрудников будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Впрочем, честь и достоинство сотрудников полиции. Несмотря на гибель подозреваемого, проверка по заявлению изнасилованной девушки будет продолжена. Собранных улик достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть факт сексуального насилия. Кстати, в интернете эта новость вызвала практически стопроцентное сочувствие полицейским, которых могут и уволить. Алексей Баинов, Олеся Корениченко, Антон Михайлов. Вести Хакасия. В Хакасии ликвидирован первый в этом году лесной пожар. Он возник на территории Бейского лесничества. Огонь тушили 8 работников лесхоза. Были задействованы 3 пожарные машины и лесопожарный трактор. Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких часов. Огонь уничтожил полтора гектара леса. Согласно предварительной версии, пожар возник по вине местных жителей. Свою роль сыграла и сухая ветреная погода. Отметим, что в этом году сезон лесных пожаров в Хакасии начался позже, чем в прошлом. В 2012-м первое возгорание было зафиксировано 6 апреля. На 16 апреля 2012 года в республике произошло уже 29 лесных пожаров. Сотрудники МЧС взорвали ледовый затор на реке Абакан в районе поселка Арбаты. Напомним, активный ледоход начался в субботу. В районе села Арбаты образовался затор длиной в 6 километров. Подтоплений жилых домов не было, но, учитывая потепление, МЧС приняло решение взорвать лед. В результате 62 взрывов затор частично ликвидирован. 3 километра льда разрушено. В настоящее время уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет около 185 сантиметров. До критической отметки остается более 3 метров. В Абакане целая улица осталась без света. Уже четвертый день электричества нет в десятке частных домов. Между тем энергетики не спешат устранять поломку. Константин Кравцов знает, почему. И через каждый час вот так вот подкачиваем, потому что они все головенки уже, рыбочки, все подняли туда. С помощью автомобильного насоса Татьяна Бочарова заменила своим золотым рыбкам электрический аналог. Иначе аквариумные питомцы погибнут. В доме уже несколько дней не работает ни одна розетка. Холодильники превратились в никчемные ящики. Рыба вся, вот она, вот рыба заложила. Все растаяло, пельмени, все. Что тут тоже. Видите, все. Весь лед. А чтобы согреть чай, Бочаровы теперь разжигают мангал. Старые виллы. Хотели выбросить, а теперь, видите, пригодились. Ставим, вот. Плохо, конечно, что чайник уже все выкидывать придется. Свет на улице Зеленая пропал в минувшую субботу. Вышел из строя подземный кабель. Обесточены 10 домов. На просьбу жильцов восстановить энергетики ответили отказом. И поспешили откреститься от линии. Якобы на балансе электросетей ее вовсе нет. Несмотря на то, что за свет люди платят, как все в городе. 98 копеек за киловатт-час. Сегодня я звонила по 0,60 директору электросетей Маркову. Звонила главному инженеру электросетей. Марков мне сказал, что разберемся. Главный инженер энергосетей мне сказал, что мы к ним не относимся. Вся путаница в сетях, говорят энергетики, от того, что этот участок не состоит на балансе электросетей. Собственники здесь как раз жители улицы, которые 20 лет назад на свои средства протянули линию. И теперь устранять поломку по закону им придется, видимо, самостоятельно. Люди оплачивают за потребленную электроэнергию. В данном случае за обслуживание сетей данной конкретной улицы они не оплачивают. Электросети обслуживают электросетки, находящиеся у них на балансе. Поскольку эта линия частная, собственники должны за свои средства восстанавливать ее. Энергетики добавляют, готовы взять провода на баланс, но в том случае, если все будет исправно, так или иначе, чтобы сейчас устранить поломку, необходимы десятки тысяч рублей. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Владимир Штыгашев будет баллотироваться на предстоящих выборах в Верховный Совет. Об этом спикер республиканского парламента заявил сегодня на встрече с журналистами. Она проходит традиционно перед каждой сессией Верховного Совета. По словам Владимира Штыгашева, скорее всего, свою кандидатуру он выдвинет в Таштыбском районе. Причем пойдет не по партийным спискам, а по одномандатному округу. Кроме того, председатель парламента высказал надежду, что голосования и предшествующие ему предвыборные гонки пройдут спокойно и в рамках закона. Напомним, уже 8 сентября жители Хакасии выберут не только главу региона и глав муниципалитетов, но и депутатов в законодательный орган республики. С этого года число народных избранников в Верховном Совете сокращается. Новый созыв станет меньше сразу на 25 человек – с 75 до 50 депутатов. Сразу пять лечебных учреждений республики сегодня получили новые автомобили скорой помощи. Приобретены машины в рамках нацпроекта «Здоровье». Средства поступили в Хакасию с федерального центра. Один автомобиль стоит более трех миллионов рублей. Одну скорую передали в Черногорск, еще четыре реанимобиля будут работать в Аскизе, Баграде, Абазе, а также в Абакане. В республиканском центре подобная машина уже есть, а вот для районов это новшество. Транспорт, оборудованный современной электронной техникой и разными типами носилок, позволит оказывать медпомощь пострадавшим в ДТП, а также эвакуировать таких пациентов из районов больницы Абакана. Сегодня шесть лучших спортсменов Абакана получили премии мэра города. Их поощрили по результатам учебы, достижений в спорте и общественной жизни вузов. Премии мэра вручаются лучшим студентам дважды в год на протяжении почти 20 лет. По традиции трое представляют самый большой вуз республики ХГУ и по одному от Хакиба, ХТИ и современной гуманитарной академии. Кроме диплома и цветов, лариату получают по 7 тысяч рублей. Одна из награжденных студентка шестого курса ХГУ, будущий врач Екатерина Федорова. В ее зачетке одни пятерки. Екатерина серьезно и занимается наукой, представляла свой вуз на международных и межрегиональных научных конференциях. Я собираюсь стать врачом, акушером-гинекологом. Естественно, собираюсь учиться дальше, защищать докторскую, кандидатскую диссертацию. Собираюсь стать лучшим специалистом в своей области, развивать акушерство гинекологии в ступике Хакасии. В научной библиотеке музея имени Мартьянова 135 лет. Расположена она в Минусинске. В читальных залах ценны не только книги, но и мебель. Это раритет. Вот только увидеть все это и познакомиться с литературой могут читатели, у которых есть специальное разрешение. Допуск к фондам получили и наши корреспонденты. Основные читатели библиотеки музея – ученые. Этот небольшой зал за год посещают более двух тысяч исследователей, которые занимаются изучением Сибири. Книжные шкафы, стол, стулья – в целом интерьер такой же, как и 135 лет назад. Художественной литературы в хранилище немного. В основном научные труды по истории, географии, искусству. Сибирские записки. Вот оно. 1916 год. Чем хороши те журналы, их читать, очень много информации о Хакасии, о инородцах, о нашем Минусинске, о музее очень много. Это сегодня старинные издания листают археологи и историки. И статус у библиотеки научный. В конце 19 века учреждение задумывалось как общественное для распространения знаний в Минусинском уезде. Обратите внимание на эти слегка потрепанные, то есть зачитанные книги. Классика в то время была востребована. Александр Сергеевич Пушкин. Вот они в два ряда. Они стоят. Здесь как подарочные издания есть полностью. И именно карманного формата, которые стоили там две копейки. Есть в библиотеке музея особо ценные экземпляры. Например, старообрядческие церковные книги середины 17 века. Время правления первого русского царя из рода Романовых. А это издание Николая Васильевича Гоголя. Уже вошло в историю музея как самая большая книга. Есть и самая маленькая. Обе из цикла подарочные экземпляры. Читать и ту, и другую крайне неудобно. В научной библиотеке музея бережно хранятся не только редкие экземпляры книг. Здесь много периодики. Самая старинная газета относится к середине 19 века. Есть научные и литературные журналы. И, конечно, издания предназначены исключительно для женщин. Например, журнал «Модный свет». Он, кстати, мало чем отличается от современных журналов. Здесь кулинария, мода и, конечно, реклама. Так, предлагают купить благовонные товары, душистое мыло и французское средство от перхоти. Цена 5 франков. Когда библиотеку только открыли, в ней было всего 500 книг. Сегодня количество приближается к 130 тысячам. Так как библиотека создавалась при музее, списывать старую литературу и журнала здесь не принято. 135 лет хранят каждую страничку и мечтают о новом просторном помещении для книг. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Поэтому у нас...